Развитие промышленности – это основа жизни каждого государства. Для Харьковской области это ключевая сфера экономики. Около 70% прибыли – это промышленность. Больше 50% – отчисление налогов в бюджет области. И каждый третий, работающий в Харьковской области, занят исключительно промышленностью. Работаем для того, чтобы расширять рынки сбыта, в том числе и на предприятии ФЭД, для того, чтобы промышленный комплекс Харьковской области развивался. Мы вплотную сотрудничаем с каждым предприятием Харьковской области. Безусловно, заботимся о том, чтобы, наращивая производство и выпуская больше продукции и больше ее сбывая, это прямо пропорционально ложилось на увеличение заработной платы. За этим следим на предприятиях Харьковской области, которые даже не имели перспективы еще в 2014-2015 году и иногда просто простаивали, имея несколько часов рабочего дня, сегодня имеют перспективы, сегодня имеют заказы. Это все большая работа огромных коллективов, большая работа руководителей, инвесторов предприятий, органов власти, потому что содействие нужно в любом вопросе. И, безусловно, ориентируемся на поддержку президента Украины, кабинета министра Украины, так как стратегия и программа развития промышленности должна быть в каждой стране. Мы должны понимать, куда мы движемся, какие приоритеты перед собой ставим, где наши сильные стороны и должны укреплять, над слабыми сторонами должны работать. В том числе, одной из слабых сторон у нас являлось импортозамещение. Мы его практически перевыполнили, план перевыполнили, потому что огромное количество предприятий Харьковской области сегодня работают для того, чтобы выпускать самостоятельно конечный продукт, не ориентируясь на комплектующие извне. Мы можем производить качественную, высокотехнологичную и востребованную продукцию у себя дома. Мы можем себя рекомендовать на других рынках. Мы можем сбывать эту продукцию, и мы, безусловно, добьемся того, чтобы харьковский промышленный потенциал и в дальнейшем развивался, и наращивал объемы. Благодарность концерна от его руководителя Букина Павла Юрьевича, непосредственно главе Харьковской областной администрации Юлии Александровича Светличной. Благодарность заключается в том, что столько, сколько вы уделяете внимание промышленности приприятиям концерна «Украбромпром», и это действительно отображается в тех результатах, которые сегодня мы сумели достичь. Есть Китай, есть офис, есть офис в Соединенных Штатах Америки, но за последние четыре месяца мне пришлось достаточно много попутешествовать, для того, чтобы представлять концерн, ФЭД и авиационную отрасль в целом. Нас знают даже в Анголе, и в арабских странах, и в Латинской Америке. И сегодня, по большому счету, от предложений инвесторов нет отбоя. В сторону Харьковского региона и в сторону, в том числе, предприятий, такие как ФЭД, которым очень крупно повезло находиться непосредственно в Харькове. Если бы не Харьков и имидж области, который был создан за последние несколько лет, я думаю, было бы намного сложнее нам. Плодотворная работа, которая была на протяжении трех с половиной лет, и у нас были изначально добрые традиции взаимоотношения с областной администрацией. И я надеюсь, что и в дальнейшем они будут также продолжаться. У наших предприятий сегодня есть достаточно большой задел по прочности. Мы активно работаем с Китаем, мы активно начали работать с Индией за последние несколько лет. Мы открываем для себя страны Европы. Более того, на нас обратило внимание Соединенные Штаты Америки. Есть обращение от инвесторов с Латинской Америки. Мы будем работать с теми предприятиями, с теми потенциальными партнерами, которые будут давать рабочие места харьковчанам и развивать то дело, которое начато еще было много лет тому назад. Поэтому еще раз я благодарю всех за работу. Я благодарю Юрию Александровну за уделенное нам время и непосредственно не только предприятиям, а и народу, и то, как уделяться сегодня внимание в социальной сфере. Сегодня мы имеем такую нагоду, когда посещает нас областная администрация во главе с Александром. И я расцениваю вот этот визит. Во-первых, это уже какая-то традиция. Полгода прошло, еще визит. Я думаю, что надо ее с такой же периодичностью и дальше делать посещение. Сегодня, пользуясь случаем, мы познакомились с своими достижениями Юрия Александровна. Значит, безусловно, и в ее выступлениях мы слышали о том, что делается в области, нам тоже не безинтересно. Мы жители области, и мы не понаслышке видим и знаем, каких, скажем так, успехов. И они немалые. Мы читаем и цифры. Я, как депутат, уже не действующий, но трех созывов, знаю, какие дебаты в последнее время мы в 2014, 2015, 2016, 2017 год вели вместе по выработке решений областного администрации, областного совета. И самое главное, что всегда находились решения. Злагода, как говорится, была. И это выливается в те вопросы, которые сегодня реализуются в области инфраструктурных изменений, в области строительства и запуска новых фельдшерских пунктов, сельских школ, больниц и так далее. Поэтому, безусловно, мы, как своей частью работы, мы только усилим это общее движение Харьковской области вперед. И сегодня, вот Юлия Александровна говорила, что мы сегодня вторые, фактически, на Украине по темпам и уровню социально-экономического развития области. Безусловно, этим тоже нужно гордиться. И мы, с вами, как жители, нам тоже это интересно, важно. Каждому важна дорога, каждому важен детский садик, больница. И вот эти вещи, они, безусловно, делаются. Отверждена директором завода молодежная политика предприятия, одна из немногих, которая действует как в области, так и в целом в Украине. То есть, это целенаправленная политика, включающая комплекс мероприятий, профессиональных, культурно-массовых, также льгот и гарантий для молодежи, чтобы привлекать молодежь на предприятие, а также, чтобы она, работая на заводе, развивалась как профессионально, так и личностно. У нас действует положение о доплате за съем жилья для молодых работников предприятия в размере тысячи гривен в месяц. Это важная гарантия для людей, которые не живут в Харькове. Социальные гарантии на высшем уровне, они все есть, действительно. И мы оздоравливаемся, и деток оздоравливаем, и есть путевка матери-ребенка оздоравливает в этом году. Нас не забывают, о нас помнят. Есть надежда, что на поддержку. По идее, губинатор выступал, все правильно очень говорит, от души, искренне и грамотно. Конечно, я считаю, нужны и очень важны. Почаще, чтобы и слышать друг друга, и развивать промышленность и в Харькове, и в области, и на Украине обязательно. Это очень важно.